Ты сейчас услышал вопрос конкретный, ну, смысл вопроса? Смысл вопроса, вопрос, почему я нравлюсь девушкам, в моем понимании. Почему ты мог бы это им нравиться, да, то есть ты думаешь, что ты ему можешь нравиться? Нравишься же? Ну, ты допускаешь такое? Я допускаю, я думаю, что... А как проверить? Я думаю, что таких, как я, не много, на самом деле. А как проверить, Денис? Как проверить? Боин. Это как? Разведка Боин. Все это дома на диване или как? Ну что, я на диване-то не сижу. Не, я просто к тому, что реально некоторые из вас просто, блядь, достаточно просто физически там себя обнаруживают. То есть подойти и сказать привет, все. И девки некоторые просто счастливы от того, что вот такой, как ты, и к ним подошел. Что ты говоришь? Я говорю, это про меня. У тебя такое и было, да? Да, да, да. Вот я когда подошел, и все, меня прям сразу же отпустило. И я потом уже, ну, вчера подходил. Ну, вот меня вчера тоже попустило как-то после этого. Я понял, что реально, ну, реакции разные, потому что все, все люди разные. Есть отмороженные абсолютно. Но это понятно. Да, это те же люди, понимаешь, как мужики просто. Кто-то такой, кто-то такой, блядь. Но, на самом деле, позитивных реакций, но может быть она как бы старается вообще никакую реакцию не показать. Но ты понимаешь, она на самом деле позитивная. Да, это и есть позитив. Они немножко смущаться начинают. Они как-то так. Но они, в принципе, ждут, а что будет дальше. И, в принципе, ну, я понимаю, что, ну, как минимум ей не отвратим. То есть они там не отворачиваются, не уходят. Тогда тем более грешно такое добро держать дома, блядь, не давать эту тёлку. Понимаешь, что ты просто сейчас карму себе портишь? Тёлок много, а я один, надо... Ну, понятно, но у тебя хоть одна-то сейчас есть, которая много? Ну... Это поговорка придумана тем чуваком, у которого их дофига лежит там. Я понимаю. Вот. Ну, ты понимаешь, что ты преступление совершаешь сейчас? Геноцид буквально. То есть ты не трахаешь тёлок. Ну, ты классный, и ты вот берёшь или... Ну, не, ну, бывает что-то, почему не трах-то? Нет, ну, я имею в виду, что в таком количестве, объёме эффекте, там, тех, которые этого заслужили. Да, этого точно не отстыдно. Как не стыдно тебе? Какая статья? Есть желание справиться. Гляжи. Гляжи. Нет, а если к вопросу, почему она тебя должна отдать? Ну, почему ты, допустим, интересен, это ладно, понятно. А почему она тебе должна дать? Вот ты к ней подошёл, а почему она должна дать тебе? Ну, я бы ответил на этот вопрос так, что... Потому что я правильно попросил, скажем так. Попросил. Сменился перед этим. Вот, но на данный момент я не могу сказать, что я умею это делать. То есть я приблизился к этому мастерству, пришёл сюда, да, я, кстати... Ну, может, даже не про мастерство. Может, ключевое, потому что ты этого хочешь? Если ты не хочешь, она тебе даст? Я даже хочу это. То есть почему никому из вас к слову не беспокоит? Если ты не хочешь женщину, она тебе, ну, даже она вроде согласна. Ты её будешь? Ну, ты не пьяный, крестный. Нет, не буду, нет. Нет. То есть, соответственно, чтобы она тебе дала, тебе надо захотеть. Да, мне надо более заявления, да. Не важно, как там, дальше твоя техника, как ты это сделаешь, но плечевой момент ты должен этого захотеть. Да, верно, да. Вот. Твои качества, квартиры, вообще... Это не качества. Это ты будешь, вон, её папе, маме рассказывать, почему её дочь должна за тебя замуж выйти. Вот. Вот то, что... Причём все абсолютно начинают перечислять. Я классный. Надо начинать с того, что, во-первых, потому что я тебя хочу, как бы, ну, и не ебёт. Вот как вот Паша, да? Угу. Паша же, да? Паша? Да, да, да. Это важно. Как Паша? Ну, типа, с таким же, ну, посылом таким, типа, с наездом. Да, потому что я хочу. И всё. Ну, а потом уже можно было что-то перечислить. Что? Здорово. Как тебя зовут? Сколько лет? Откуда ты? Меня зовут Анатолий. Я из Калининграда. Мне 33 года. Супер. Скажи, почему ты решил прийти на тренинг Владимира Шамшурина? И почему ты выбрал именно этот тренинг? Ну, короче, я лазил по сети. У меня были ситуации такие. Я ввязывался в отношения. Короче, там заседал. И потом, когда разрыв происходил, было неприятное душевное переживание. Вот. Меня это всё достало, как бы. И я решил изменить свою жизнь. Поменять и, как бы, знакомиться с девушками. Не просто по воле судьбы, там, где-то там, по знакомым. А вот с теми, которых я сам выбираю, с которыми я хочу действительно быть. И я не хотел подвязываться. Хотел, чтобы был выбор девушек. А я лазил по сети, как бы, смотрел, там, разные подходы пикаперов. И наткнулся на воу Шамшурина. Вот. Посмотрел его подходы. И я увидел, что в них, вот, есть реальный толк. Потому что это, вот, живые подходы. Естественные. А не какие-то, там, заученные шаблоны фраз и так далее. Ну, то есть, это круто выглядело. Вот. И я понял, что это то, что, вот, реально, мне нужно пройти. Вот этот, вот, тренинг, практика, как бы, трешак. Где, вот, ну, ты за пару дней... Что, трешак, что было у тебя самого необычного на тренинге, что было? Ну, самое необычное, это вот упражнение горлом в пафосном месте, где собираются такие тёлки, на которых ты раньше бы даже, блядь, не посмотрел бы. Потому что, ну, они такие дорогие, пафосные, упакованные. И, ну, как бы, раньше ты мог только мечтать о таких. А сейчас ты подходишь, как бы, знакомишься. Ну, поначалу, как бы, мозг клинило. Потом трешовые упражнения, где ты заходишь в метро и говоришь, что там, ну, орёшь на весь этот поезд. А пусть опустим эти подробности для ребёнка. Окей, ладно. Ну, в общем, трешовые такие упражнения. Ты за четыре-три дня, там, ну, как бы, настолько у тебя мозг взрывает. И ты такой треш внутренние переживания, как бы, страх вот этот, всё вместе. У тебя мозг просто клинит, короче, куча эмоций. И в какой-то момент тебе хочется, думаешь, да ну, нафиг, короче. Сейчас ты, получается, ну, можешь свободно там на улице знакомиться с девушками. Да, вот в том-то и прикол, что ты перетерпишь, как бы, всего три дня, там, да, четыре, как бы, и всё. А потом ты понимаешь уже к концу, что страх куда-то отошёл. И ты спокойно уже подходишь к девушкам, к классным девушкам, которых ты выбираешь, которые реально, там, ну, какие-то там пафосные. И тебе пофигу, ты подходишь, как бы, и тебе уже легко, весело, как бы. И вот в этом и прикол. И ещё самое удивительное, что такие девушки, с ними легче знакомиться. То есть, какие-то не такие особо красивые, они больше заморочены. А тебе кажется, как бы, что, наоборот, с такими легче знакомиться, потому что они не такие, там, красивые, к ним меньше подходят и так далее. А как раз всё наоборот. Те, которые красивые, к ним меньше подходят. И в этом и прикол, что тебе становятся доступны девочки, о которых ты мечтал. И это круто. А что бы ты сказал парням, которые ещё думают, там, сомневаются идти или на тренинг не идти? Какое напутствие, Даша? Блин, мужики, вот если вы посмотрели подходы Шамшурина и до сих пор сомневаетесь, то, блин, считайте, что ваша жизнь просто несётся под откос и с девушками у вас ни хрена ничего не будет. Субтитры сделал DimaTorzok